Добрый вечер, учитель канала Астана, программа «Статус-кво». И сегодня мы поменяли обстановку, чтобы взять интервью у нашего гостя из России, историка моды Александра Васильева. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Мы с вами встречаемся после несостоявшегося мастер-класса в Астане. Мне очень жаль, что он не состоялся. И мне. Технические причины. Технические причины? Ну, вы знаете, вы как человек интеллигент, называете это техническими причинами. Я очень надеюсь, что это не мошенничество, что это не афера. Я надеюсь, что женщинам раздадут хотя бы деньги за те билеты, которые они уже потратили. Ну, вы приехали из Алматы, где вы тоже успешно провели мастер-класс. Да, хорошо прошел мастер-класс. Я собрал красивый зал, люди были очень довольны, очень много цветов. То есть вы собрали большую аудиторию в Алматы. Да, да, да. Вам заплатили за... Нет, к сожалению, пока нет. Обещают перевезти летом. Ну, это расплывчиво. Перевезти летом? Да. Александр Александрович, я думаю, что вопрос решится. Я поверю. Да, да. Да, я думаю, вопрос решится. Я надеюсь, мой польза. Я немножко наивно поступил, потому что я не попросил предоплаты. Вот Эвелина Хромченко, моя коллега, выступая здесь, попросила предоплату. И я понимаю, что, может быть, даже часть моих денег и пошла на уплату ее горнерара. Но этого я знать не могу, это моя догадка. Но, во всяком случае, ей ничего не были должны. Вот мне, к сожалению, не вышло дело. Ну, вы очень благородно поступили. Да, я женщину бросил. Вы объявили, что мастер-класс не состоится, но вы со всеми сфотографировались. С каждой. С каждой. По два раза, потому что все обычно то глаза закрылись, то у него рот погривился. Каждой сказали комплимент. Да, он обсудил, поговорил, что мог даже с той женщиной, которая хочет защищать пенсионер, что ей сказать. Но это странный вопрос. Она идет на телевидение и не знает, что сказать. Значит, не надо идти на телевидение. Ну, на самом деле, женщине, мне кажется, просто было важно ваше внимание. И она тоже пришла, то есть она тоже ждала вас. Ну, и потом там были и дамы и важного статуса, политические женщины, жены министров, бизнес-леди Казахстана. И я думаю, что, конечно, дело не в том, что со мной обошлись не слишком любезно. Я думаю, что вот эти женщины устроят главный втык, потому что их было все-таки много. Ведь там было, по моим подсчетам, хорошим 150 человек. Если не больше. Да, но в этом роде. Может быть, под 200. Учитывая, что один билет стоил в районе 100-150 долларов, я думаю, что даже если 100 человек пришли на этот мастер-класс, сумма была собрана. Да, сумма была собрана. Для вашего гонорара однозначно. Но я так понимаю, что эти дамы, эти прекрасные дамы, они как раз потребуют все-таки денежки назад. И у них есть другие формы давления. Может быть, не такие, как у меня. Но вы готовы написать сейчас заявление в полицию? Стараюсь. Я все-таки жду, что они образумятся. Вы знаете, я всегда даю людям шанс. Я им даю возможность образумиться, что-нибудь передать мне, какую-то расписку хотя бы, обещание. Правда? Потому что пока не сделаю ничего. Мне так жалко, потому что все-таки далеко лететь. И, конечно, я не старый человек, но я не могу считать себя супермолодым для того, чтобы ночью спать, лететь в самолете, хоть и в бизнесе. Билеты-то заплатили. Все равно, знаете, эти перелеты, они... Я вас понимаю. Вы знаете, тем не менее, вы прилетели. Я прилетел. И у меня есть возможность... Я провел в Мега еще одну презентацию моих двух книг. Это «Судьбы моды», «Этюды о моде и стиле». То есть я отработал, что называется, по полной программе. Ну, у меня сейчас есть возможность взять у вас интервью. Это приятно. Вы говорите, что вы у нас в третий раз в Астане, да? В Алматы вы бываете гораздо чаще. Вы приезжаете в Казахстан к нам, да? Частенько. К вам приходят наши женщины. Мне интересно, чего они хотят от вас? Ну, я думаю, что одобрение... Знаете, все-таки Казахстан, хоть один из главных потребителей люкса. Потому что, вы знаете, по статистике мировой, 27% мировой продукции люкса в сфере моды уходит в Казахстан, Россию и Украину. То есть казахские женщины вместе с россиянками, вместе с украинцами. Мы любим бриллианты, бренды, сумочки. Вы про это? Именно скупают всю эту. «Шанель», «Диор», «Люй Виттон», «Праду». А я вам скажу почему. Потому что мы до этого дошли буквально недавно. Вот, во-первых. А во-вторых, потому что все-таки Казахстан немножко находится в стороне от модных путей. Согласитесь, это Средняя Азия. По праву Средняя Азия. Вы посредине. То есть ни у берега, ни у моря, ни у океана. Конечно, есть Каспийское море. Я понимаю, есть нефть, есть газ. Здесь есть деньги. Это очевидно. Здесь есть стабильность. Это тоже очевидно. Здесь есть столица. Астана, которая напоминает мне больше всего Дубай из всех городов. Но с неким реверансом в сторону Москвы. Потому что ваш оперный театр все-таки вольная копия большого. Вольная копия. Да, да, да. И высотное здание – это вольная копия университета МГУ. И, конечно, ваш мост с конями – это вольная копия Анечкова моста в Петербурге, где кони стоят просто в той же позе, но минус всадники. Но вам нравится этим Астана? Мне нравится, что здесь есть исторические реверансы в городе, где, в принципе, истории много нету, потому что Целиноград был город эпохи, я понимаю, Хрущева. И особенно много здесь ничего не было. И, конечно, женщины очень стараются. Они, думаю, хотят какого-то одобрения. Я думаю, что они хотят какого-то внимания с моей стороны. Поэтому они хотят одобрения. Я думаю, что женщины хотят еще советов от вас. Ну, советов я индивидуально не могу давать. Хотя одна из них подошла и сказала, «Можно я вам заплачу, и вы мне дадите частную консультацию?» Я сказала, «Нет». Что касается женщин, да, и в России, и в Казахстане сейчас в данный момент идет такой этап, можно назвать его «Ярмарка тщеславия». Знаете, мне кажется, что этот этап шел в основном в 2000-е годы. А сейчас он прекратится. Я вам скажу, почему. Потому что в моде стиль гранж. А гранж в переводе из французского означает «сарай» или «гумно». И то, что будет продаваться в этом сезоне, летом, следующей осенью и зимой, это вещи рваные, заведомо рваные, обтрепанные в стиле, который мы называем «абшарпе». рваные колготки больших домов, Диор, но с дырами, понимаете? Шанель, ну, поехавшие, сломанная обувь, которая уже продается в Чорчи, с пятнами, с дырками, с нитками. То, что ментальности ни казахов, ни россиян не подходит. Александр Александрович, ну, если это будет Диор, люксовый, да? То есть, если это будут рваные джинсы, ну, это будет Диор, Кристиан Диор. Наши женщины, конечно, купят. Ну, так что ждите перемены. И если сейчас ярмарка Вячеславия, то всё-таки трудно поверить, чтобы женщина схвалилась своей сумкой с дырами. Согласны? Вы знаете, я сейчас вспомнила сумку Луи Виттон в стиле китайских вот этих вот, помните, сумок больших, огромных. То есть, я даже видела в Париже на выставке Луи Виттон, что она вот культовая, да, считается, сумка. И были женщины, которые покупали у нас в Казахстане эти сумки. То есть, всё, что модно, мне кажется, всегда легче продать, да? Ну, вот смотрите, моды же придумывают в Париже или где, в каком городе? Не только. Вы знаете, ведь сегодня глобализация. Моду придумывают и в Токио, моду придумывают и в Лондоне, моду придумывают и в Милане, и в Нью-Йорке. Я бы сказал, что это более-менее вот пять главных городов моды. Конечно, Париж – это витрина моды. Но сам Париж вовсе не модный город, потому что люди одеты там бедно. 500 евро для них – огромные деньги. Люди зарабатывают очень средние зарплаты, живут в маленьких квартирах. И никто не модничает ради моды. И поэтому сейчас в Париже так много маленьких комиссионных винтажных магазинов, где молодёжь может одеться очень недорого в поношенные вещи. Я думаю, что это ещё не случай Астаны. Винтажных нет. Я знаю, многие вещи проходят у вас через Москву. Вот, например, многие бренды имеют для вас как бы штаб-квартиру ещё в Москве. Это, наверное, воспоминания об СССР. То есть какая-то есть ещё зависимость вот эта, что многие товары якобы идут через Москву. Не знаю, насколько это. Ну, вы знаете, сейчас в Алматы открылся САКС, и это тоже говорит о многом, да? Луи Виттон официально зашёл на наш рынок, да? И я знаю, что даже в Астане, по-моему, они рассматривают, да? И мне кажется, Алмата, вот вы сами говорите, да, что мы находимся в центре Азии, и Алмата, возможно, станет меккой, да, модой вот именно для Центральной Азии. Может быть, для Центральной Азии, но не для мира. Я вам скажу, почему. Ну, для мира мы даже не рассчитываем. А вы знаете, почему? Потому что население всё ещё не космополитическое. Я знаю, что у вас есть сильная дипломатическая здесь миссия, то есть все дипломаты, бизнесмены. Но они как-то не спрешались ещё с казахами, правда? И здесь я не вижу такого количества разнообразных иностранцев, которые бы вносили и выносили свои тенденции. Вот почему Париж такая мекка моды, почему Лондон? Потому что куча иностранцев, и каждый вносит свою строю. И этот космополитизм для моды очень важен, потому что когда мода садится только на национальный конёк, который тоже необходим, это становится недостаточно интересно. Но вы знаете, сейчас в Казахстане стали модными наши отечественные дизайнеры. Да, я слышал, что очень популярен у вас Кровец. Михаил Кровец, да. Я его, к сожалению, не знаю, но видел его вещи, которые, видимо, симпатичные. Но я вам скажу больше. В Москве безумно популярен уроженец Астаны, Кирилл Гасилин. Но он родился еще в Саленограде. И сейчас это самый продаваемый дизайнер в Москве. Он больше всего делает вещей для массового рынка через интернет. Это единственный дизайнер, который создает вещи до 56-го размера. А я почему-то думала, что Ульяна Сергеенко сейчас в трендсете. Нет, смотрите, погодите. Ульяна Сергеенко – жена богатого человека. Каприз – это ее, мода – это ее каприз. Она решила стать модельером, я бы сказала, с бухты-барахты. Точно так же, как некоторые женщины решают стать дизайнером интерьеров. Или галеристом, или торговкой антиквариатом. Ведь это сплошь и рядом, правда? Вы это видите, это встречается. Ульяна молодец, она тратит деньги своего супруга. То есть вы считаете, что она не зарабатывает? Я не думаю. Потому что ее платье стоит около 10 тысяч долларов. А много ли их покупают? Я слежу в социальных сетях и за Ульяной Сергеенко, и за Мирославой Думой, и за супругой российского олигарха Лебедева Еленой Перминовой. И смотрю, что и японский ВОК, и французский, и немецкие журналы. То есть они пишут о нашествии русских в Париж, о русских модницах? Это действительно так, потому что русские всегда в Париже, и в 19 веке, и в начале 20-го. Скупали все. Потому что у русских нету лимита, хватит. Они не могут сказать достаточно. Есть деньги, потратим, купим. Они есть те самые жертвы моды нового поколения. И я очень рад, что есть такие, которых вы перечислили. То есть чтобы стать успешным дизайнером, известным, да, и выставлять свою коллекцию в Париже, то есть для этого просто нужно иметь хорошее количество денег? Да, да, но на короткое время. Потому что этим никто долго не увлечется. А главное, ведь были такие случаи раньше, я могу вам привести несколько таких примеров. Знаете ли вы о марке Ирфе в Париже? Нет, не слышала. Марка Ирфе принадлежала ранее князю Феликсу и Ирине Юсуповым. Она существовала в 20-е годы, затем они обогротились. И около пяти лет назад жена московского банкира, бывшая белорусская манекенщица Ольга, приобрела эту марку, а именно это имя, и стала вновь воссоздавать. Продает она якобы везде, в том числе в Казахстане. Если верить ей, что это безусловный бренд, которым так все офисы они открыли на Фубур Сан-Тон-Уре, самое дорогое место. И я сам видел страницы в ВОГе во французском и много, где пишут о них. Но все эти люди не имеют ни образования в области моды, они просто любители моды. Поэтому многие вещи они создают своим чутьем на эти. Мне бы такое платье подошло. Давай-ка я это платье, вот я сейчас закажу, вот такие куртки, такие пальцы. То есть это все получается краткосрочно? Мне кажется, я могу ошибаться, я же историк моды, правда, я же не ясновидящий. Мне кажется, что это временно. Потом, кто из вас не помнит еще один подобный бренд, который назывался Кира Пластинина? Недавно я брала у нее интервью. Кира Пластинина была малолетней дочкой богатого бизнесмена, который, я понимаю, тоже был миллионер. Да, и они недавно приезжали вместе с отцом. Серьезно? Да, она начинала свой бизнес, когда ей было 14 лет. Но она его не начинала. Папа купил проект под ее имя и назначил других дизайнеров. Да, потому что она сама не рисовала, она просто приходила на дефиле, приятно, 14-летняя девчонка. Почему нет? Прекрасно. Поэтому я считаю, что не все в моде продается и покупается. И я лично слабо верю в долгосрочность этих проектов. И я уверен, что все вышепричисленные девушки будут гиперпопулярны в это десятилетие. Ну, в десятилетии десятых годов. А что будет потом? Время покажет. Время покажет. Ну, я им желаю удачи. Наверняка вы слышали о светской львице из Казахстана Гоге Ашкинази. Да. Она тоже купила. Она тоже купила, да. Именно старинную марку, которая называется Мадлен Вьоне. И я знаю, что ее жизнь была связана с каким-то адюльтерами на правительственном уровне. Мне донесли, кто был спонсором ее шалости. А потому что купить Мадлен Вьоне – это шалость. Ведь Мадлен Вьоне – это бренд величайшего уровня с очень сложным кроем, с очень великой историей, с очень интересной ситуацией. Сможет ли она это возобновить? Я думаю, что это будет типа Ульяны Сергеенко. Но судя по тому, что сейчас столько внимания к этому модному дому, в связи с тем, что именно Гоге Ашкинази там, я думаю, что успех уже есть сейчас. Это браво, что они это сделали. Но, видите, это не первый пример такого возобновления старинных, несколько забытых, но великих брендов. То есть, получается, все зависит от людей, да? Все зависит от людей. Да, если этот человек сам по себе вызывает у общества интерес, то и может вызвать. А вообще покупка модного дома, да, такого старинного – это дорогая покупка? Вот, насколько я знаю ситуацию с РФ, они потратили кучу денег от незнания. Их несколько обманывали все время. Сначала они запатентовали это имя в Москве, а до этого уже кто-то его закупил. Потом пришлось его выкупать в Милане. Почему-то в Милане мне непонятно, хотя Италия не имеет отношения к Феликсу и Зубову. Потом то же самое было в Париже. То есть, кто-то, зная об их целях, заведомо в канун их прихода выкупал это имя. А им приходилось его покупать в два раза, в три раза, в десять раз дороже. Но, тем не менее, это дело продолжается. Продолжается. И, как я понимаю, да, это и Ольге приносит хороший доход и какое-то удовольствие. Я понимаю, Гоге это и будет приносить, Ульяне это будет приносить. То есть, я думаю, что это скорее капризницы мира моды, которые хотели, всю жизнь хотели связать себя с этим миром, но не хотели идти от низов, как это сделала Шанель. Хотели начинать с булавок, с обмеров, с самых простых приемов шитья. Вы понимаете, они хотели сразу влететь в ту голубятню, которая находится в Поднебесье. Я хорошо объяснил. Да, но Кока Шанель тоже, скажем так, использовала деньги своих мужчин. Да, но она начала с низов. Ведь она была сначала шляпницей, потом она делала трикотажные спорты. Но ей всегда помогали мужчины. Ей всегда помогали мужчины. Я не против этой помощи. Мужская помощь необходима. Многие женщины получали помощь или от мужчин, или от женщин. Это очень типично. Но, тем не менее, она начинала с малого, чтобы прийти к великому. А наши дамы хотят сразу начать с очень большого, с большого показа. Но эти деньги возвратные или нет, как вы думаете? Нет, конечно нет. То есть это всё ради собственного пиара? Я думаю, что ради каприза. Именно каприза. Вот это самое верное слово. Потому что я не уверен, что люди запомнят эти фамилии. Эти фамилии трудно произносимы для иностранцев. И слово «Ульяна Сергеенко» красиво звучит. Но я не уверен, что французы смогут сказать «Ульяна Сергеенко». Это туман. Но я видела, на её показе была Дита Фунтиф. И она была в её платье. То есть это тоже пиар-ход? Во-первых, я думаю, что ей подарили. Потому что все хотят подарки. Вы согласны со мной? Согласна, да. Ну, знаете, ведь такая же ситуация была в своё время с Юдашкиным. В 90-е годы. Он сделал 20 показов в Париже. И там всегда были знаменитости. Как вы думаете, политика влияет на моду? Очень сильно, конечно, всегда. Потому что все подражают. Обычно первой леди подумайте о том, какой звездой была, например, Жаклин Кеннеди. Как её стиль повлиял на женщин в своё время. Какой звездой была, например, Маргарет Тэтчер. Как она повлияла на моду 80-х. Какой звездой была Раиса Горбачёва. Как она повлияла своими прическами и стилем на советских женщин. Какой звездой была принцесса Диана. Как она повлияла в 90-е годы на стилистику своего времени. Вы согласны с собой? Согласна. А на сегодняшний день есть такие культовые... Как она повлияла. Правда, своим словом? То есть на сегодняшний день Кейт Миддлтон. Я бы сказал. Ну и, конечно, я думаю, что это госпожа Обама, которая очень сильно влияет на американский рынок своим внешним видом. Я думаю, что Карла Бруни буквально несколько лет была иконой стиля во Франции. Просто это всё временно, вот понимаете. В своё время знаменитая политическая фигура Украины Юлия Тимошенко была иконой стиля. Все подражали. Волосы остались, а она за решёткой. А ведь эта коса до сих пор в обихоте в показах моды. То есть политики, политические фигуры, особенно женщины, ну и мужчины, могут повлиять на моду и наверняка влияют. А на постсоветском пространстве сейчас вот вы видите культовых женщин? Конечно. Ну, Рената Литвинова. Это икона стиля номер один. Потому что действительно она трудно подражаема, но очень влиятельная. Ну, у неё такой вот своеобразный стиль. То есть он может кому-то нравиться, а кому-то нет. Все иконы стиля кому-то нравятся, а кому-то нет. Но есть, которые нравятся абсолютно всем. Но стиль Коко Шанель, он, мне кажется, подходит каждой девушке. Знаете, почему? Почему? Девушка вообще не подходит. Он подходит только к взрослым женщинам. Да? Коко Шанель для взрослых женщин, а не для девушек. То есть мне не подойдёт? Я не думаю. Я не думаю, что это ваш стиль. Хорошо. Вот в одном из интервью вы сказали, что можете, ну, судят по одёжке, да, как говорится, и вы сказали, что вы можете сразу составить мнение о человеке, то есть просто взглянув на его одежду. Могу, но, понимаете, так как я сейчас очень много работаю со стилистами, даже в моей программе «Модный приговор», где я являюсь ведущим модного суда, правда, уже 4 года, то я понимаю, что стилисты могут сделать чудеса. И любую женщину, любого мужчину, отведя к стилистам, можно преобразить совершенно. Вот представьте, сколько доярок в буквальном смысле мы переодели в герцогинь. Только когда человек открывает рот, мы понимаем, что мы имеем дело с малокультурным человеком, который, может быть, ни в моде, ни в стиле, ничего не сломает. Но мы переодевали женщин с самых простых профессий, но можем сделать из них очень элегантных. Это вопрос только к стилистам, поэтому одежда бывает обманчива, не обманчив, только интерьер. Ну, я думаю, что вас обмануть, наверное, сложно. Трудно, всё равно возможно. Вы знаете, интерьер не обманчив. Вот когда вы приходите в гости к людям, вы чувствуете запах, вы чувствуете свет, цвет, цветы, животные, мебель, занавесы, книги, музыка. Вы понимаете, с кем вы имеете дело. А когда вы видите, какие там картины, или какие там золотые ручки, или какие унитазы, конечно, совершенно другое представление. В общем, я думаю, что единственным зеркалом души человека может быть только дуги. А одежду можно подменить с помощью стилистов. Александр Александрович, вы историк моды, да? Да. Вы знаете про моду абсолютно всё. Не могу так сказать. Вы знаете, никогда. Ну, больше, больше, чем мы. Я не знаю ни одного врача, который бы знал бы всё о всех болезнях. Я не знаю ни одного астронома, который бы знал абсолютно все звёзды на небе, их слишком много. Я не знаю ни одного писателя, или литературы вены, скажем так, который бы прошёл бы все книги. Это невозможно. Мы знаем много, но я так много работаю и изучаю, что каждый день делаю для себя новые открытия в мире моды последние 40 лет. Александр Александрович, вот важно, например, если у меня сумка Шанель, знать о Коко Шанель всё. То есть, как вы думаете? Совершенно не обязательно. Не обязательно. Коко Шанель к этой сумочке не имеет никакого отношения. Эта модель была разработана уже после её смерти. Она скончалась в 1971 году. Просто мы так экстраполируем, что переносим саму модель жизни этой великой во всех отношениях женщины на современные вещи, сделанные под её логотипом. Ну, Шанель-то её не дизайнировала. Она даже 2,55 не создавала. Но, вы знаете, от этого интереса меньше не станет у людей. Я даже думаю, что больше, потому что то, что Шанель и икона стиля, это неоспоримо. Она действительно создала определённые цветовые сочетания, определённые композиции в костюме. Чёрное платье, маленькое, большое, чёрное и белое. Бусы, цепи, сумочки, костюмы, которые создают определённый образ женщины определённого века, 20-го века. А сумочки Биркин, которые стали, мне кажется, уже китчем? Вы знаете, всё, что очень распространяется и сильно копируется, становится китчем постепенно. И это никак нельзя изменить. Но в Китае продаётся столько копий, совершенно неотличимых. И продаёт они их за такие дешёвые 300 долларов там. И у них тоже сертификат, и тоже номер. И кожа такая же. И кожа, к сожалению, не такая же, потому что я думаю, что их делают... Но отличие какое-то должно быть. Я думаю, что их делают на той же фабрике. Я думаю, что многие фейки-делюкс, то есть качественные копии, фейк-делюкс называется, многие копии качественные делают на тех же фабриках. Но, скажем, фабрика условно заказала тысячу единиц, а они сделали 1500 специально, чтобы на этих 500 заработать. И продаёт их налево. И я думаю, что многие фейки на самом деле – это просто превышенное производство того, что не пошло в оригинальный бутик. На самом деле, я, знаете, я была однажды в Гуанчжоу, и у меня была сумка «Ловитон». И там был человек, который занимается. Да, вот как вы говорите, он работает с этими фабриками. И он тоже очень долго разглядывал и не мог понять. То есть у нас была идентичная сумка. Мы очень долго смотрели, искали различия. Мы нашли различия. Какое? Вы знаете, в «Ловитоне» там вот на заклёпочках ставится печать. То есть на фейках вот эта печать, она немного грубее, там буквы побольше. Скажите, это делает вас менее или более счастливыми? Вот вопрос к вам. Какая вам разница? Вот это и есть ярмарка тщеславия, чем вы сейчас занимаетесь. Ну, печать у вас грубее или печать не грубее. К стилю это не имеет никакого отношения. Вы знаете, ну я вам скажу, что настоящая сумочка, да, я вот ношу её 4 года. То есть с ней ничего не происходит. А с фейком случилось? А с фейком вот это не происходит. Тоже ничего не происходит, потому что и то, и то пластик. Поймите, «Луи Витон», который называется всё в Париже, «Луи Мо Витон», также сделан из пластика вот эта самая туаль, то самая ткань, из которой сделана вот эта ткань с логотипами, напечатанными на них, она тоже пластик. То есть вы говорите о том, что если вам нравится... Носите. Носите. Я считаю, что все эти вещи брендовые с логотипами надо носить только в том случае, если они стилистически подходят к вашему образу. Вот, кстати, мы подошли с вами. Согласна со мной. Да, я согласна. Если это часть вашего образа, да. Если это тщеславие и радость за сумку, нет. Вы знаете, я думаю, что... Если вы хотите сказать, знаете, типа, «А, у меня сумочка вот какая!» Нет, не надо. Да. Лучше вот купить... Я не знаю, сколько она стоит. Думаю, что ничего не стоит. Но она служит цели. Вот видите, здесь у меня жёсткий диск. Жёсткий диск с лекцией «Шанель». Вот я эту сумочку люблю за это, потому что она небольшая, компактная. И если бы на ней было написано «Гуччи-пуччи» или «Ямамуччи», мне было бы совершенно всё равно. Вы знаете, я думаю, что сейчас полстраны вздохнули облегчённо. Я надеюсь. Вы говорите, что если нравится, носите фейк. Абсолютно. Абсолютно. Но фейк-делюкс. Да. Но купите себе фейк-делюкс, никто не отличит. И главное, не признавайтесь, что это фейк. Да. Всё зависит от того, что вы носите с этим. Но я, например, не советую носить фейк-бриллианты. Потому что это всегда видно. То есть вы сразу можете отличить? Да. Я не советую носить фейк-золото. Это плохо. Я считаю, что не надо вкладывать кучу денег в сумку. Это пустое. А вот вещи, которые можно перепродать, а перепродать можно только камни. Надо. Надо понять, что есть трата, а есть инвестиция. Приобретение любой сумки, любого бренда – это трата. И как только вы её будете продавать на ebay или на аукционе, как вы сказали, в Казахстане никто не любит ношенные вещи. Вы никогда эти деньги не получите назад. Согласны со мной? Согласна. Вот вы купили сумочку, скажем, Биркин заплатили 10 тысяч евро. Стандарт. Никто у вас за 10 тысяч её не купит. Ну, если сумочку известного человека завтра, да? То есть если это была сумочка Биби Гультулигеновой, к примеру, да? Известной нашей Зивы, да? То, конечно, я думаю, что её сумочку бы я купила. А я бы хотела розы Рымбаевой платье получить. У меня есть мечта. Вы знаете, я вам помогу. Вы знакомы с ней? Я знакома с ней. Я бы так хотела в мою коллекцию её платье 70-х или 80-х годов. Может быть, даже не концертное, может быть, просто вечернее. То есть самое главное, чтобы было платье розы Рымбаевой? Нет, главное, чтобы оно ещё передавало стиль той эпохи. Мы чувствовали время. Это, может быть, никакой не бренд. Это, может быть, просто Кремплен или какой-нибудь Лен или что угодно. Потому что я собираю платье знаменитостей, кроме всех других. У меня очень большая коллекция. А где можно увидеть вашу коллекцию? Вот сейчас в Москве. Я знаю, что вы выставляете раз в год, да? Нет, я даже чаще. Вот сейчас у меня в Москве потрясающая выставка. Она проходит в магазине Лейпциг. Это такой универсальный магазин, где она называется сейчас «Звуки моды». И там выставлены потрясающие вещи, которые принадлежали, например, Клавдии Шульженко, Иосифу Кобзону, Али Баяновой. Ольге Воронец, Любови Успенской, Надежде Бабкиной. То есть все эти платья вы покупали? Нет, они мне все подарили. Подарили. Алене Апиной. Разным звездам разного времени, понимаете? У меня там же вещи, которые принадлежали Ларисе Долиной. Они в них пели, они в них выступали. И я безумно счастлив. Валентина Толкуновой. Иными словами, я очень рад, что я могу это все вместе как-то собрать, сделать потрясающую выставку. А выставка посвящается определенным годам, определенному поколению? Это звезды отечественной эстрады. Я очень хочу, конечно, платье Розы Рыбаевой добавить в эту выставку. Я думаю, Роза Куанышевна с удовольствием вам подарит. Розочка, пожалуйста, будьте добреньки со мной. Очень вас прошу. Скажите, вы вкладываете деньги в антиквариат? Да, я очень много покупаю вещей 19 века. Платье Ворта, Дриколе, Пакена, Поле Пуаре, Дуссе, Дюйе, Бабани, Мариано Фортуни, Лилонга. То есть такие марки, которые для меня значат много. Сегодня на мастер-класс, я думаю, многие пришли для того, чтобы получить от вас совет. Как одеваться в 30 лет, в 40 лет, в 50 лет? Потому что одеть можно что угодно. А как правильно одеться? Вы знаете, огульного совета не видеть человека дать нельзя. Все зависит от роста женщины, от веса женщины, от возраста женщины, от ее социального положения, от ее вероисповедания. Правда? От ее личной эстетики, от цвета ее глаз и волос, от цвета ее кожи, от пластики. Ну, конечно, очень много зависит от профессии. То, как может одеться артистка, совершенно не подходит к бухгалтеру. И наоборот. Согласна со мной? Конечно, согласна. Поэтому и все эти женщины достойной одежды. Я считаю, что актриса имеет право одеться эффектно и привлекательно. Ну и бухгалтер имеет право. Только они не должны стили перепутать. Правда? Это будет глупо. Это будет смешно. Это будет смешно. Я думаю, что табу касается в основном длины. Я думаю, что мини-юбку можно носить до 98 лет. Но показывать ноги можно до 40. Я думаю, что главным золотым правилом является уместность. Если мы открываем верх, мы закрываем низ. Если мы закрываем наоборот верх, то мы открываем низ. Это возможно. То есть никогда не надо носить мини с глубоким декольте. Как только женщины делают это, они легко становятся на зыбкую почву вульгарности. А выглядеть вульгарно никто никогда не хочет. Давайте теперь поговорим о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Я думаю, что так же, как и в Казахстане, в России дефицит мужчин. Да, безусловно. И женщины? Готовы на все. Для того, чтобы его заполучить. И от этого они, да, страдают, я думаю. Я думаю, что очень страдают и мужчины, и женщины, потому что женщины становятся более агрессивными именно из-за численного недостатка мужчин в странах, о которых вы только что говорили. И женщины готовы идти на любые уловки для того, чтобы стать манкой. Манкой значит привлекательной. То есть привлечь их, заманить их сексуальностью или размером губ, вы понимаете, о чём я говорю, или длинной ресниц, вы понимаете, о чём я говорю, или формой груди, вы понимаете, о чём я говорю, или, например, красотой ноги, высотой каблука, формой ногтей, цветом волос или длинной волос. Но винить женщин я за это никогда не могу. Ведь они хотят создать семью, они хотят быть счастливыми. Для многих мужчина – это своего рода билетик в новую жизнь. Ведь они таким образом смогут чуточку подняться над реальностью. Ведь сегодня, вы согласитесь, и в Казахстане, и в России часто мужчина богаче женщины. Это правда жизни. Правда жизни, согласен с тобой. Правда жизни, да. И из-за этой правды жизни некоторые женщины гоняются за кем? За богатыми, состоятельными мужчинами. Чтобы получить богатых, состоятельных, надо выглядеть так, чтобы он гордился той спутницей жизни, правда, которая рядом с ним. Что она может ему взамен дать? Она не может ему дать приданного. Нету. Она не может дать ему родовитой фамилии, потому что она не дворянка, не графиня, не гнягиня. Она не может ему подарить каких-то уникальных знаний. Но она может быть достойным обрамлением. Она может так красиво носить те бриллианты, о которых вы говорили. Так красиво носить ту самую сумочку. Гуччи, Пуччи, Луи Виттон, Эрмес или Шанель. Она может носить так эффектно эти меховые мантоу. Она может быть такой ласковой матерью. Она может быть такой приятной собеседницей, что мужчины, друзья этого самого икс богатого человека скажут, ну, какая у тебя, Роман, жена. Ну, не жена у тебя, а просто прелесть. Но проблема, конечно, заключается в том, что все перечисленные мною качества со временем видоизменяются. Женщины и мужчины стареют. Это нормальное явление. Старость никто не отменял. И нельзя быть вечно молодым, сказала Шанель. После 40 лет никто не молод. И, конечно, мы хотели бы выглядеть все и в 45, и в 50, и в 60 детьми. Но, увы, это невозможно. Это выглядит часто смешно. Вспомните Людмилу Марковну Гурченко. Она все время молодилась. И в определенный момент это было почти мумиеобразное лицо. Она была талантливая артистка. Она была даровитая певица. Она была музыкально одаренный человек. Она была личность, харизматичная личность. Но страсть к молодости, на мой взгляд, не была ей, как бы сказать, в руку. Не помогала ей. Но это на мой взгляд я могу ошибаться. Вообще все, что я говорю, это мое личное мнение. Я никому его не навязываю. И сегодня, если женщина ставит только на свою внешность, это слишком шаткий аргумент. Потому что красота уходит со временем. Что остается? Остается что-то другое. Поэтому, конечно, я считаю, мужчину надо привязать не только красотой одежды, красотой лица, красотой манер, но и какой-то внутренней страстью, тем внутренним огнем, который объединит их любовь к искусству, или к путешествиям, или к бизнесу, или к детям, или к чему-то другому. Вы же очень долгое время жили в Париже, и до сих пор живете, да? До сих пор заражают нарушить, да. Но ведь в Европе женщины так не гоняются за мужчинами. А скажите вам, почему? Почему? Женщины и мужчины зарабатывают ровно столько же. Там полный эмансипат. То есть нет такого интереса? Абсолютно. Нет интереса. Корыстного. Корыстного интереса нет никакого. Первое. Второе. Мужчин в Европе больше, чем женщин по статистике. И как только женщина начинает себя чуть-чуть преобнажать, на ней сразу штамп, что она чуточку подрабатывает на улице. И объяснить им, что нет-нет, я честная мама, но я просто в таком мини, на таких каблуках, и с таким декольте очень трудно. Поэтому многие думают, что вот те самые дамы, которые приезжают из наших с вами стран, а я имею в виду наша страна, это Казахстан и Россия, потому что мы были братьями слишком долгое время, и главное, мы говорим на одном языке. Это никто не отменит. Я уважаю очень казахский язык, но я услышал сегодня только одну женщину, которая в Астане со мной говорила по-казахски, попросила меня автограф по-казахски. Вы знаете, я помню, что как-то вы на одном из мастер-классов у нас в Казахстане сказали, что в моде будет паранжа. Это действительно так. Это так? Я совершенно в этом не сомневаюсь. Уже в моде борода. Вы знаете, что модный сегодня мужчина – это бородатый мужчина. Это мужчина без носок. Носки не в моде, потому что мечеть требует всё время в намаз мыть ноги. Я думала, только стилисты ходят без носков. Нет, это полная мода. И носки непопулярны. Так же, как и борода, которая прочитается из мусульманского мира. Так же, как и ярко-зелёный цвет, который является религиозным цветом мусульман, и не только саудовской Аравии, флаг зелёный цвет. Поэтому я уверен, что паранжа начнётся просто с платка. И тот самый платок, который сейчас уже носят несколько казашек, ну, какой-то процент. Но вы знаете, у нас казашки вообще в истории никогда не носили платки раньше. Я понимаю, потому что казахи были вольными, кочевниками, коневодами. Это другая ситуация. И наши девушки скакали на этих лошадях. Именно поэтому. Да, и без платков. Я согласен. Не забывайте, что казахи получили очень много от татаро-монголов ещё в ту эпоху Большого нашествия. Поэтому, мне кажется, вот эта кочевая жизнь, жизнь в юрте, она называется не по юрту, она, кажется, по казаху. Юрта, юрта. В юрте, кумыс, канина, казахская еда. Она связана с этими воспоминаниями. Вы согласны со мной? Конечно, согласна. Это в основном не города. Да, ведь казахи не как узбеки, которые построили Самарканд, Бухару, Хиву. Это в основном люди, которые занимались кочевьем и жили. Поэтому, безусловно, женщина, которая живёт не в городе, не может носить параджу. Но я уверен, что влияние мусульманской религии будет всё больше и больше, а не всё меньше и меньше. И то, что сегодня нам кажется несколько странным, будет видно и в Европе. Мы в Европе это уже видим. Вообще, тему Востока волнует всех. Вот последняя коллекция Жан-Поли Гутей была вообще на тему Индии. Только сари, только накидки. То есть, я считаю, что вдохновение будет всё больше приходить с Востока, а не с Запада. Хотя через Париж. Вы знаете, в одном из интервью я читала, что вы сказали, что блондинки выходят из моды. Это правда. Что смуглая кожа, раскосые глаза. То есть, можно сказать, азиатки сейчас в моде. Особенно евроазиатки. Потому что в казашках нет такого типажа, как у китаянок. Потому что всё-таки много славянской крови, много смешанных браков. И других наций. Я знаю, что в Казахстане живут больше ста различных наций. Здесь было столько немцев. Здесь было столько ссыльных поляков. Правильно? Было, простите, столько евреев. Правда? Здесь было столько татар. Вы согласны? Конечно, согласна. Здесь было много всех. Всё это так перемешалось, что, безусловно, на лице это сильно отродилось. Ну что ж, у меня последний вопрос. Что для вас самое главное в вашем концепте жизни? Я думаю, здоровье. Я считаю, что больше всего надо его беречь. Потому что без здоровья не будет ничего вообще. А затем, конечно, творчество. Для меня это самая важная возможность творить, заниматься любимым делом. А я занимаюсь моим любимым делом. Я занимаюсь дизайном, историей моды, выставками. Я пишу книги. Я уже написал 31 книгу по истории моды. Они все опубликованы. Все они приносят многие тиражи, переиздаются. Людям они интересны. Есть влечение к ним. Эти выставки, спектакли, которые я оформляю. Всё это для меня очень-очень важно. И каждый приезд в Казахстан – это веха в моей жизни. Потому что я уверен, что за Казахстаном огромное будущее. Я бы хотел работать ещё больше здесь, настолько, насколько я могу. Но только хочется, чтобы и промоутеры были тоже на уровне. Спасибо большое, что приехали к нам в Астану. Я думаю, что вопрос с мастер-классом, он остаётся открытым. Что он решится всё-таки в вашу пользу. Спасибо большое. Проконтролирую этот вопрос. Спасибо большое. Сегодня в программе «Статус-кво» у нас был гость из России, историк моды Александр Васильев. Всего доброго. Увидимся в следующий четверг.